Идея собрать пенсионеров вместе не нова, но подход к реализации проекта «Социальная гостиная» оригинален. Это своего рода пансионат на дому. Не выезжая за пределы округа, люди зрелого возраста смогут поправить здоровье и физическое и душевное, так как многие страдают от нехватки общения. Самое главное, мы должны создать им возможности для общения друг с другом, это первое. Второе, показать, какие возможности есть и ресурсы у нас в округе для дальнейшего их развития. В частности, у нас работают кружки, клубы для людей старшего возраста, пенсионного возраста, малоимущих, одиноких. В течение 10 дней пенсионеры будут вместе. Для них организуют различные формы досуга. Декоративно-прикладное творчество, спорт, позаботились и о рациональном питании. За здоровьем отдыхающих будут следить врачи. Путевки в социальную гостиную оплачивает управление соцзащиты. Первая группа отдыхающих уже собрана. На первый заезд только женщины у нас записались, мужчины у нас всегда с осторожностью, но я думаю, что они потом подтянутся. У нас, когда мы первую тропу здоровья проводили, у нас тоже мужчины осторожничали, а на вторую уже с удовольствием пошли. Заботит ведомство и компьютерная грамотность пенсионеров. Чтобы она не хромала, решено привлечь внуков, бабушек и дедушек к закреплению навыков, полученных на специальных курсах. Дети, которые имеют бабушек и дедушек, будет им дана технологическая карта, они их будут сопровождать. Каждый внук или внучка будут сопровождать по мере своих возможностей. Мы должны сначала подготовить команду детей, которые будут, соответственно, готовить своих бабушек и дедушек. Включать, выключать, выходить. То есть научиться пользоваться полностью компьютером. И потом мы, естественно, проведем такие игры, которые дети покажут, как они научили своих бабушек и дедушек пользоваться компьютером. Что важно. Здесь самое главное в этом проекте важна преимственность поколений старшего и младшего. Особое внимание, конечно, участникам Великой Отечественной войны 41-45-х годов. Их в округе 235 человек. Некоторые посещают школу деловой активности, но большинство по состоянию здоровья чаще остаются дома. В такой ситуации актуальна адресная помощь и волонтерская помощь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!